здравствуйте друзья очень много вопросов возникало поэтому столу марка ньюсона поэтому решили сделать небольшой урок принцип здесь простой приблизительно как мы с вами рисовали интерьер в первом уровне точно также и здесь обводим нашу геометрию полигончиками двигаем точки и делаем геометрию близко той форме которая нам нужна не пытаемся все сделать с первой итерации как многие любят просто нажать волшебную кнопочку чтобы включилась sds и все стало так как нужно на самом деле так не получится в данном случае мы делаем нашу геометрию близко к форме обводим таким образом всю фасадную часть процесс этот абсолютно не сложный просто немного кропотливый но опять же здесь я бы не сказал что я делаю точно скорее я хочу вам просто показать как делаются подобные вещи если делать по хорошему то нужно найти нормальные чертежи и собственно все это хозяйство обвести конкретно включая каждый там выступ каждую полосочку а здесь что-то среднее между импровизацией и точно моделированием ну я думаю все что я сейчас делаю вам понятно если вы дошли до этого уровня то с моделированием у вас все должно быть хорошо все эти инструменты которые я использую вам известны сейчас мы подчеркнули форму смотрим что у нас получается в результате скорее просто сделать небольшой набросок чтобы двигаться дальше вот мы обвели фасад дали ему толщину подчеркнули посмотрели все ли хорошо все хорошо и теперь будем уже возиться с самой шуфлядкой здесь самую большую сложность представляют именно дырочки если б не они все было бы гораздо проще итак разделим на две части и под эти дырочки нужно сделать геометрию сейчас мы все расчертим аккуратненько пользуемся инструментами кат connect все что мы знаем не обязательно расчерчивать то геометрию если у нас если у нас лежат полигончики в одной плоскости то есть ds уже не будет вызывать такого искажения вот постепенно делаем геометрию добавляем ребра где нужно сделаем разделение на ящички и продолжаем вам нужно просто набить руку в таких вещах здесь ничего особо сложного нет и если бы я делал это другой раз вот сейчас я делаю одним способом потом быть может даже не способ решил бы задачу примерно одинаково но полигончики может двигал бы по-разному может быть процесс от немного субъективный видите небольшое искажение вызывает то что полигончики у нас неоднородные так и еще сделаем подчеркивание выделим ребра и через shift потянем так чтобы получилось у нас подчеркивание с одной и с другой стороны все теперь у нас углы прямые все должно быть хорошо подгоним все как нужно так дадим толщину уже с сегментами чтобы было подчеркивание и обратите внимание вот не нравится мне этот момент на наших дырочках потому что полигончики немного растянутые получились и сейчас мы точечки придвинем ближе к самой саму отверстию тем самым у нас геометрия получилось в этих местах более однородные видите никаких искажений не происходит также через shift вовнутрь сделаем вставку тем самому через shift вовнутрь и тем самым получили мы подчеркивание опять же сейчас все идеально и будем делать столешницу тут не такое уже простоя непростая вещь удалим подчеркивание нам пока она не надо добавим сейчас геометрия удалим ребра где будет столешница и просто опять же как мы обвозили приблизительно интерьер сделаем столешницу той формы которая нам нужна про геометрию пока что не думаем а сейчас будем с ней разбираться где-то добавим ребер что-то соединим где-то избавимся от треугольничков не получается одним способом сделаем другим вот то есть ну делаем думаем набиваем руку на этих вещах чем больше вы таких объектов сделаете тем проще будет потом у вас уже все это будет получаться на автомате вот здесь нужно сейчас обратной стороны разберемся тут уже проще здесь полигончики лежат в одной плоскости что-то удалим что-то добавим сведем их друг с другом процесс просто кропотливый я бы не назвал его сложным скажем так к нему нужно привыкнуть рисуем потоки где надо наш основной инструмент кат где-то подчеркнем подчеркивание здесь форму искажать особо не будет потому что геометрии у нас достаточное количество здесь тоже поток проведем разберемся с этими четырех треугольничками сделаем четырехугольнички ну вот все все хорошо опять же подчеркнем тут сделаем общее подчеркивание выделим по углу все и inset так у нас вылезла исправим здесь уберем диагональные углы чтобы был прямой вторую такую половинку сделаем соединим их с помощью бриджа вот в общем то хорошо получилось и еще тут такие впадинки есть можно их собственно в наши импровизированные модельки и не делать но одну сделаем просто просто чтобы показать как это делается я думаю вы и так знаете примерно как и шовчики на мебели но лучше только сделать это наверное на первой итерации конвертнем на первой итерации геометрия соответственно станет больше и вот такая впадинка у нас получилось вот и все осталось отзеркались и и соединить с помощью бриджа все друзья спасибо за внимание